Приветствую всех соратников! Я вышла после тренировки, познакомилась лично с Олегом Юрьевичем и впечатления у меня, конечно, самые наилучшие и ожидания мои все оправдались. Я не то, что довольна, а я просто, ну вы, наверное, видели, если он заснял этот момент, когда я просто два года еле ходившая сегодня запрыгала. Понимаете, что значит не прыгать два года? Ну вообще, у меня одни эмоции и мало слов, потому что я еще как бы не осознала, что произошло. На данный момент в теле у меня приятная такая слабость и разгоряченность, как вот раньше после тренировок, когда я занималась в последний раз года четыре назад. Хотя не было сегодня никакой такой сильной нагрузки, но тем не менее на тренировке мы определили, какая из ног у меня слабее, потому что у меня две ноги, двусторонний коксартроз, дисплазия у меня, это врожденное заболевание, один сустав у меня шатается. Я уже когда-то описывала свое положение, и врачи мне порекомендовали только операцию, потому что когда сустав шатается, его нельзя никак исправить. Так вот сегодня при вот этих всех проблемах я прыгала, понимаете, и поэтому я думаю, что выполняя все рекомендации тренера, я скоро пойду опять в поход по Крымским горам или горам, как там правильно, волнуюсь я. В общем, ребята, я конечно всем советую записывать видео и присылать тренеру на разбор, потому что это очень важно. Вроде бы я что-то делала, 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 делала и оказалась и била я себя киянкой совсем не так, потому что, понятное дело, когда ты испытываешь какую-то боль бесконечно, и видно, ты себя щадишь. А здесь в некоторых вещах все-таки надо себе поддать хорошо. Особенно мне очень понравилось, когда тренер меня лупазил по заднице лежа, когда на животе. Это самому сделать невозможно, тем более женщине лучше просить мужа, сына, ребенка, кого-нибудь, чтобы хорошо тебя и немножко потерпеть. Зато потом действительно вот появляется в теле такая раскрепощенность, такая приятная горячесть, которая позволяет тебе вот именно двигаться лучше, намного лучше. Потом изумительная вот эта техника, когда ты берешь на больную сторону, на больную ногу вес, после вот именно вот этого хождения туда-сюда, туда-сюда, я и запрыгала. Вот в теле появилась такая легкость. Все свои какие-то недочеты. Оказывается, вот я и хожу в принципе, то есть я же не вижу себя со стороны. Я это сейчас все разобрала, мне Олег Юрьевич показал и как бы составил, подсказал как тренироваться, что я и буду дальше делать. Дальше обязательно зарядка и обязательно, если вы можете делать больше движения, вот как я. Да, у меня не нарушена амплитуда, у меня сохраненное движение и надо дальше это поддерживать и не жалеть себя, а именно вот… Вы знаете, даже вот сейчас не буду продолжать ту мысль, а скажу, вот сейчас я стою и я чувствую, какие горячие у меня стопы. А стопы в основном у меня все время как лед холодный. А сейчас они такие горячие, просто мне даже горячо стоять, вот я поэтому перестала рассказывать все. В общем, у нас удивительный тренер, удивительный человек, который дал нам вот эту возможность, показал ее, он исследует это, он профессионал с большой буквы, поэтому, ребята, трудимся. Трудимся, кроме зарядки, трудимся в хождении и, в общем, теперь моя нагрузка, если у меня есть возможность заниматься 3-4 часа, значит, нужно заниматься, потому что потом это просто мы будем ходить и нам не нужно будет опираться. Вот так вот. Если кого-то интересует подтверждение документальное моего состояния, это все я могу выслать и показать, что у меня коксоартроз 2-3 степень с заменой обоих суставов, причем 2 года назад. Мне это сразу сказали. А сегодня я прыгала, ребята. Это такая моя большая победа, но благодаря именно Олегу Юрьевичу, потому что если бы я его не нашла на просторах интернета и он не начал бы вот нас долбить, то ничего бы не было. И, кстати, девочки, всем хочу сказать, киянку нужно поменять. У меня киянка такая девичья, я себе выбрала беленького цвета в строительном магазине, такая небольшая, а вот тяжелой киянкой, такой настоящей мужской, совсем по-другому лупится. Так что нужно лупить себя большой тяжелой киянкой. И вот специально сниму видео попозже, ближе к лету. Посмотрим на целлюлит. У меня его никогда не было, но из-за болезни, естественно, мои бедра все, как холодец. Так что выкладываем видео. И я это сделаю. У меня есть видео, когда я только начинала ходить. И вот сегодня вы видели. И еще через какое-то время опять все вышло. Все. Всех обнимаю. Ребята, мы в правильном месте. И если у кого-то есть возможность приехать на личную тренировку, воспользуйтесь ей. Я всем советую. И всем нам здоровья, успешных тренировок. И слушаться нашего удивительного тренера-профессионала Олега Юрьевича. Все.